Мемориал Дэй Мемориал Дэй Мемориал Дэй Мемориал Дэй И с чего мы начнем? Аня, во-первых, здравствуйте Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, радиослушатели Да, мы начнем вот с чего В прошлой нашей программе Мы говорили Начали Озвучивать Совместимость людей Мы говорили и совместимость Людей конкретно в бизнесе Причем не просто В бизнесе партнеров Потому что в астрологии, естественно, это видно И мы этот разговор с Аней Уже начали А специфическая ситуация Семейный бизнес И Нас слушают И соответственным образом у нас есть какие-то Вопросы Поступают от наших радиослушателей И Ютуб зрителей, будем так говорить И вот обратилась Одна супружеская пара К нам И Я предварительно Отправил Ане Гороскопы Ну, время рождения Место рождения Дату, понятно И Чтобы посмотреть Как В этом плане Будет функционировать Эта пара Ну, и понятно Вопрос Как всегда извечный Если это бизнес Так, естественно Должны Предполагаются И хотелось бы, чтобы там были какие-то доходы Вот Будут ли доходы У этой пары Может, они не соответствуют Вот эта семейная пара В бизнесе Ну, давайте мы рассмотрим эту ситуацию Аня У вас же есть карты, правильно? Этих двух Этих двух Этих двух Этих двух Муж и жены Ну, давайте Рассказывайте нам А мы послушаем Ну, прежде всего Я хочу начать с того Что Несовместимых людей не бывает Как и не бывает Идеально совместимых людей То есть Фактически Совместимость Определение совместимости Это определение Задач человека Каждого человека На данном этапе Определение его природы И как эти две природы Сочетаются И, конечно Задача, которая Поставлена была В этом случае Она очень сложна В том плане Что это не просто бизнес Это не просто люди Которые Приходят на работу Видят друг друга Потом расходятся Это люди Которые очень тесно С друг с другом Взаимодействуют И у них очень много Ролей в этом союзе Пересекаются И поэтому Тут мы должны Рассматривать Все вместе То есть Есть определенная Синострия бизнеса Когда мы просто Накладываем карты Двух партнеров Смотрим их периоды Смотрим Насколько они Умеют зарабатывать деньги Оба И как они могут Друг другу пригодиться В этом Но если мы говорим О супружеской паре Прежде всего Я смотрю Насколько этот бизнес Органичен вообще В принципе В их жизни Либо он этот союз Напрягает Либо он этот союз Как-то Наоборот Стимулирует И конечно Я прошу прощения Я вас перебью На минуточку Буквально Скажите А имеет ли значение Вид Род бизнеса И имеет Конечно Потому что Потому что Вы сказали Вот этот бизнес И я сразу хочу Уточнить Потому что Бизнесы Бывают разные Можно бизнес Открыть По изготовлению Шариков Летающих Продавать В Таиланд Снег Кстати у вас Его нету Насколько я знаю Разные есть виды Бизнеса Понимаете Или бизнес Образование Все это имеет значение Правда? Да Это очень имеет Большое значение Я не понимаю Вот Мне непонятно Каким образом Это отражено В карте Вид бизнеса То есть Соместимость Партнеров Ну как бы Должна быть Понятно Мы это смотрим А соместимость Партнеров Особенно Это семейная пара Именно В бизнесе А не просто В семейной жизни Это тоже Как бы понятно Но в конкретном Виде бизнеса Неужели есть Какие-то различия? У каждого Человека Есть Определенные Задатки Которые он должен Реализовать В общественной жизни То есть Есть определенные Задачи Перед общественностью Поскольку Бизнес Это у нас Дело Связанное С обществом Со своей Полезностью Человек Чтобы чувствовать Себя счастливым Он должен Ощущать Свою пользу В обществе И вот Эти два Аспекта Этот один Аспект Есть у каждого И эти аспекты Могут Очень сильно Разниться То есть Кто-то Должен Будь полезным Тем Что он Печет хлеб А кто-то Должен Будь полезным Тем Что он Ведет Передачи На радио Ну Такой Пример Допустим Это две Разные Это две Разные Я просто Что вижу То пою Говорится Кто-то Должен Консультировать А кто-то Сидит И защищает А просто Защищает Родину Кесарю Кесарева Да И поэтому Конечно Первое Что нужно Посмотреть В карте Двух Людей Которые Собрались Совместно Что-то Сотворить Общественно Полезное Нужно Посмотреть Их Десятый Дом Гороскопа То есть Я могу Пользоваться Такими Терминами Что у нас Есть дом Гороскопа Или сфера Такая В нашей Карте С которой Мы можем Считать Информацию О том Чем нам Заниматься На людях То есть Чем мы Можем быть Вообще Полезны В этой Жизни Другим Людям И Если мы Сейчас Обратимся К нашему Случаю К этой Карте Вернее К двум Картам Которые У меня Есть На руках То Я должна Прежде всего Посмотреть Если речь идет О бизнесе Что К чему склонен Мужчина По своей Природе И какой у него Общественный Так скажем Долг И Второе Я должна Посмотреть В карте Женщины То же Самое И У Мужчины В карте В десятом Доме В доме Общественного Призвания И общественной Реализации Находится Очень сильный Марс Который Связывает Его С С Третьим Домом Гороскопа С домом Коммуникации Хобби Инициативы Общения И этот Марс Находится Под аспектом Сатурна Вот мы выявили три позиции Из этих позиций Я могу сказать Примерно Чем может этот человек Заниматься в жизни Что ему будет Приносить удовлетворение То есть Этот человек Должен Во-первых По роду своей деятельности Много общаться И чем-то увлекаться Это такая связка В гороскопе Когда хозяин Третьего дома В десятом Оказывается Когда Хобби Плавно Перетекают В профессию И одна из его задач Это уметь Разграничить Уметь Заметить Тот момент Когда его Увлечение Переходит в профессию И четко выстроит Профессиональные границы Потому что Ну и в течение Профессиональной деятельности У него также Могут возникать Новые хобби Новые увлечения И постепенно Они внедряются В его Сферу деятельности И становятся Его профессиональным Общественным долгом Поскольку Это Марс Это очень динамичная Деятельность Марс Под аспектом Сатурна Этот человек Может заниматься Строительством Например Недвижимостью Он может заниматься Какими-то Таким-то Мужчина Каким-то Мужским Активным Бизнесом И Очень активно Себя проявлять Через Марс Если мы посмотрим На женщину Женщина У женщины Управляет Десятым домом Венера То есть Такая вот Классическая ситуация Когда мужчина Занимается Марсианской Деятельностью Женщина Венерианской То есть Планета Связанная С общением Построением Социальных Контактов Так Извиняюсь Это у меня Звенит Я не знаю Вас не слышно Ой Извините Была какая-то Помеха Помеха была Но я знаю Что То что вы говорите Опираясь на то что вы говорите Если мужчина Это Марс А женщина Это Венера Это самые лучшие Вот это Синестри Которая Дает Ну Хорошие результаты И не только Кстати в бизнесе А вообще В личных отношениях Правильно? Да Но тут мы смотрим Конкретно Эти две планеты Отвечают В картах За бизнес За общественную Реализацию Ну мы сейчас Говорим про бизнес Да 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 И эти люди Могут в бизнесе Конечно Друг друга Взаимодополнять Например Мужчина занимается Какими-то техническими Аспектами Потому что это Марс Какими-то Жесткими аспектами Этой деятельности А женщина выстраивает Социальное Окружение То есть женщина Больше общительна Тут конечно Гармония есть Когда У одного Марса Другого Венера И между прочим У женщины Венера Стоит тоже В третьем доме То есть не тоже У вас наоборот Хозяин третьего В десятом доме У этого мужчины Да? Да Стоит Стоит тоже Хозяин третьего Хозяин третьего Находится В первом доме А здесь Хозяин десятого Находится В третьем То есть Так Ну давайте Да Это частности Это частности Вы попроще Для тех Кто В этом не разбирается Нас слушают В общем Что это означает Вот так вот Это означает Что оба человека Могут быть связаны С коммуникацией Оба человека Могут быть связаны С продажами Поскольку Третий дом Это дом продаж Оба человека Могут заниматься Деятельностью Которая связана С поездками Короткими И в принципе Они могут Как я сказала Взаимодополнять Друг друга По деятельности Но Поскольку Мы говорим О супружеской Паре Мы не можем Рассматривать Только Только Десятый дом Только сферу Общественной Реализации Мы обязаны Посмотреть Также Их Умонастроение Их природу Как они Общаются В бытовом плане И это Прежде всего Показывает в гороскопе Луна Мы должны Обязательно Проанализировать Их луны Потому что Тесное взаимодействие В принципе Между бизнес-партнерами То же самое Но тесное Взаимодействие Между Этим мужчинам И женщиной Идет на основе Луны И на основе Марса Марс у нас Определяет Темперамент Обоих Партнеров А луна Определяет Восприятие То есть Паттерн восприятия Как вообще Чувственно Воспринимает Человек Пространство Вокруг себя Как у него Устроен ум И вот Если я посмотрю В эти карты Я вижу Что У мужчины Луна Находится В знаке Стрельца А у женщины Луна Находится В знаке Тельца И Если мы Будем Опираться только на знаки, то можно сказать, что тут есть уже некие различия, очень такие серьёзные различия восприятий окружающего пространства. Дело в том, что телец – это знак женщины, которую я анализирую. Это очень практичный знак. Это знак чувственных удовольствий, вкуса. Это знак заземлённый. И, соответственно, у женщины такое восприятие. Мужчина же с луной в стрельце – это мужчина, который очень идейный изначально, у которого очень много идей, много каких-то желаний возвышенных может быть. В принципе, даже я бы сказала для союза между мужчиной и женщиной, это очень неплохо, если мы понимаем природу друг друга. И если я посмотрю карту женщины, конечно, если кто-то будет зарабатывать больше денег в этом союзе и на кого стоит сделать ставку, я бы сказала, что на женщину, проанализировав также другие факторы гороскопа, потому что женщина обладает вот в этом случае очень практичным умом. И у неё есть в гороскопе так называемые тхана-йоги. Тхана-йоги – это связки планет, которые заставляют человека быть продуктивным и зарабатывать хорошо деньги. Если мы посмотрим на гороскоп мужчины, там тоже есть показатели. Но дело в том, что луна, его восприятие находится в такой позиции, на кшатре, которая управляется божеством Нрити или Аллакшми. Вы имеете в виду Мула? Да, я имею в виду, что это Накшатра Мула. И получается, что если… Кстати, я должна сказать, что у женщины как раз наоборот. Луна находится на кшатре Рахини, которая управляется богиней Лакшми. Получается, тут такое интересное взаимодействие. Лакшми – Аллакшми. Поэтому, зная свою природу, два этих человека могут договориться между собой, кто из них деньги зарабатывает. Потому что у женщины я… Обоим не надо зарабатывать. А вот смотрите, в этом партнерстве мужчине больше отдано духовное лидерство. Потому что Мула, она обрубает все материальное, не дает человеку наслаждаться материальными благами. этой жизни. Но при этом она ведет его глубоко к духовным вещам. И если оба супруга понимают, если при этом жена у этого человека не требует постоянно больших денег, потому что все-таки здесь очень сильная такая именно духовная реализация прописана в этом гороскопе, особенно через эту Мулу, и вообще личность, которой, как я посмотрела, сейчас идет период, связанный с духовным ростом, то получается, тогда союз гармоничен. Тогда оба человека понимают друг друга, понимают свою природу. И если бы просто ко мне обратились эти люди, с которыми бы я не имела контакт, просто бы мне показали два гороскопа. Я бы сказала, что вряд ли бизнес будет хорошо идти в этом случае, поскольку женщина будет недовольна. А если я имею, естественно, контакт с женщиной, которая ко мне непосредственно обратилась, я могу разъяснить, в чем предназначение каждого из партнеров, и в чем сильные стороны взаимодействия. И в данном случае… Аня, простите, я хотел бы вас перебить. Вы имеете в виду, женщина была бы недовольна, если бы не знала, о чем идет речь, и сама по себе функционировала, не понимая то, что вы сейчас говорите. То есть не понимала бы своей роли в этом союзе бизнеса. Независимо от того… Нет, ну это супружская пора, понятно. То есть, дорогие друзья, то я обращаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям, те, которые будут смотреть это в записи. Это очень важные моменты, потому что мы, так сказать, функционируем так, как-то хаотически. То есть мы считаем, что мы знаем, это может быть правда, но это может быть и неправда. То есть оно может быть, мы будем находиться в иллюзии. На санкреите это майя, так, в общем-то, наша жизнь вся такая. Поэтому в те времена, скажем, в ведические времена, небольшое, так сказать, отклонение от нашей темы, рекомендовалось обращаться к психологам, к астрологам, к нумерологам, к тем людям, которые как раз таки давали понимание этой природы. Так вот, возвращаясь все-таки к этой женщине, если бы она пришла к вам без всякого всего, да, вы бы ей объяснили. Ну вот, можете вы дать свою рекомендацию, что вот в этом плане надо, как бы, делать и понимать свое предназначение в этом конкретном бизнесе? В этом конкретном бизнесе, да, я еще не дошла до многих моментов. Есть у нас еще такая, да, есть у нас еще такая техника, как наложение карт, когда мы видим, какие точки соприкосновения у этих двух людей являются максимально эффективными и продуктивными. И исходя из наложения, я могу сделать вывод, что очень хорошо этот бизнес развивать через сферу путешествий, через сферу обучения, консультации, образования, то есть через сферу девятого дома. И я посмотрела, естественно, естественно, еще как смотрится, какие периоды идут у людей на данный момент, потому что вся карта у нас, она, конечно, работает и влияет на нас, но именно в данный момент включена какая-то определенная связка планет. Обычно это какая-то планета, которая является ведущей и дополнительно в эту симфонию включаются энергии других планет. И вот я посмотрела, что у мужчины, ведущей планетой на данный момент является Юпитер, а у женщины Сатурн. И это, то есть мужчина проживает, астрологически говоря, период Юпитера, а женщина период Сатурна. И по технике совместимости это считается благоприятно. Почему? Считается, что если женщина, если кто-то в паре проживает период злотворной планеты, есть в астрологии такой термин, планета, которая нам несет результаты, которые мы не очень хотим иметь. Это Сатурн. Это Сатурн, Раху и Кету, да? Это и Марс бывает, да. Да, и Марс, да. И, в общем, один из партнеров, он заземлен, и это именно женщина на данный момент. Потому что Сатурн приземляет человека к какой-то конкретной деятельности, конкретным делам и не позволяет слишком сильно выходить за рамки. То есть человек сейчас будет привязан, в данном случае, если мы посмотрим женщину, привязан к партнерству и к рутинной деятельности. То есть это, и это, конечно, для мужчины, с одной стороны, очень хорошо, потому что у него идет период Юпитера, и этот Юпитер дает ему большое количество новых возможностей. То есть его горизонты на данный момент раздвигаются. Если в паре кто-то заземлен, это считается большой такой удачей, что они не вместе проживают два периода, которые связаны с расширением большим количеством возможностей. Например, это было бы в случае, если бы женщина проживала период Раху, а мужчина проживал период Юпитера. То есть просто их могли эти планеты бы развести в разные стороны, потому что обе планеты дают почву для эксперимента. Раху еще больше, чем Юпитер, еще и резче это делает. И таким образом я посмотрела этот аспект, что у мужчины сейчас идет период Юпитера, и Юпитером мужчина-женщина попадает в девятый дом гороскопа, в дом путешествий, в дом духовного знания. Различные образовательные проекты могут вместе вершиться с таким положением. А женщина будет заземлять этого мужчину через свои энергии Сатурна, в которой она сейчас проживает. Но она ему попадает с Сатурном в дом трансформации, в дом неожиданных событий, тот самый дом, который называется восьмым домом в гороскопе. Кто это знает, то есть это дом самых разнообразных неожиданностей. И, кстати, попадает ему на Лагнеш, то есть на его физическое тело. То есть женщина на данный момент очень хорошо заземляет мужчину. И какие бы я рекомендации дала? Во-первых, я бы это разъяснила, как я сейчас это делаю. И я бы сказала, что это закономерно, из этого можно вынести массу позитивных моментов, если женщина не будет сильно давить и сильно ограничивать мужчину, а мужчина будет понимать, в какой период проживает женщина, что ей нужна стабильность, что ее сейчас интересует именно заземленность и выполнение каких-то конкретных обязанностей. Но ведь период Сатурна длится достаточно долго. То есть ему придется, так сказать, этому мужчине как-то мириться с этим заземлением достаточно много лет. Да, конечно. Период Сатурна длится 19 лет. Но у мужчины период Юпитера тоже длится долго. Я не посмотрела, когда они начались. Примерно в одно время у них и начались. Юпитер и Сатурн, насколько я помню. То есть это общая тенденция на протяжении последующих 10-15 лет такая существует. Но, естественно, существуют другие подпериоды, которые вносят свои коррективы. У нас есть еще и внешняя обстановка по отношению к нам. Это транзиты, которые, то, что у нас, как у нас планеты сейчас движутся по небосводу, это тоже на нас влияет. Поэтому астролог, на самом деле, когда дает подробную консультацию, он смотрит все. И периоды внутренние, которые мы сейчас обсуждали, и то, что у нас и внешнюю обстановку в виде транзитов, и очень много других точек гороскопа. Ну, хорошо, дорогие друзья, еще раз повторю, те, кто к нам подключились чуть позже, которые мне сначала слушают. Это Аня сейчас разбирает карту одной супружеской пары, которая занимается семейным бизнесом. И это очень важно. Но мы говорим просто конкретную данную ситуацию, семейный бизнес, но ведь точно так же очень важна совместимость партнера во всех мероприятиях. То есть, если мы говорим о бизнесе, если партнеры просто несовместимы, тогда о каком бизнесе может идти речь? Ну, и это еще усугубляется, конечно, если эта пара находится в каких-то отношениях, если это мужчина-женщина. Ну, давайте мы тогда с этой ситуацией уже закончим. Это отголоски той прошлой передачи. Кому интересно, послушайте. Во-первых, вы можете подписаться на наш канал YouTube. Это SunGates Radio. Вы найдете нас в YouTube. И вы можете те же самые программы увидеть на Facebook. Это SunGates Radio. Это наш скайп, SunGates 1.08. И мы продолжаем, дорогие друзья, нашу программу. Аня, ну, мы давайте перейдем, может быть, к новой теме такой. Вообще, эта тема обширная очень, это взаимоотношения. Давайте мы поговорим немного о взаимоотношениях людей, молодых людей. Ну, может быть, и не обязательно молодых людей, но те, которые хотят начать совместную жизнь. Я помню ситуацию одну. К нам в город приезжал Рами Блэкт, известный, ну, вы наверняка с ним знакомы, известный психолог, астролог, писатель. И он, кстати, неоднократно выступал у нас на радио и на живых радио, которые я вел когда-то в городе Чикаго и в интернет-портале. И вот к нему пришел на консультацию один молодой человек и привел с собой девушку. И попросил посмотреть совместимость. Ну, Рами посмотрел так это и говорит, а он такой резкий парень, он говорит, даже и не думай. Без всякого объяснения нифига не будет. Вот прямо так, правду матку. А тот страшно обиделся. Ну, чувство, опять же, это же дело такое. И сказал что-то. Как это тут может быть? Но все действительно закончилось так, как сказал Рами. То есть они разбежались. Причем достаточно, в общем-то, это было уже... Недолго длилась вот такой вот союз. Ну, так вот, скажите, Аня, что надо было бы знать тем людям, которые начинают взаимоотношения и собираются вступать в брак? Вот ей и ему. Ну, и, наверное, вместе. Да, вот как вы считаете? Должен ли молодой человек прийти к вам, взять свою консультацию и рассказать про свою избранницу? Должна ли она прийти к вам на консультацию и рассказать про свою жизнь и про своего избранника? Или им надо было бы как-то вместе прийти к вам на виртуальную консультацию? И, ну, конечно, самый лучший вариант. Кто им надо было бы знать? Как вы посоветовали бы? Ну, на самом деле, что-то посоветовать. Бывает по-всякому, по-разному. Если у человека есть, если есть на то воля Божья, как говорится, то придут либо оба, либо один, либо не придут. То есть здесь посоветовать можно вот что. Прежде всего нужно знать, что мы встречаем только тех людей, которых мы уже несем внутри себя. И любая наша встреча, это встреча с самим собой прежде всего, с нашими собственными внутренними качествами. И мой партнер нам будет их отражать. И вот вы привели такой пример, скажем так, классически называемой несовместимости двух людей. Но, тем не менее, они для чего-то сошлись. И я даже если вижу в карте достаточно проблемные точки взаимодействия, и можно предположить, что люди эти не будут долго вместе. Я пытаюсь показать, для чего этот человек встретил эту партнершу, для чего им нужен вот этот союз. Во-первых, когда люди молодые, им очень нужно иногда просто кого-то встретить, чтобы узнать себя, чтобы посмотреть на себя себе в лицо, посмотреть, как я вообще взаимодействую с людьми. И бывает, что это не встреча на всю жизнь. Что нужно знать астрологически? Астрологически нужно знать, что есть такой параметр, как совместимость по темпераменту прежде всего. Но он считается таким самым базовым. И для молодых людей он является очень важным, потому что именно темперамент — это то, что ещё горит внутри молодого человека. И определяется это по положению Марса в гороскопе. Темперамент, он связан с такими, с динамичными взаимодействиями, не с содержанием самих отношений, а с динамикой отношений. И есть такое понятие, как зрелый Марс. Марс вызревает постепенно, по мере взросления. И если у человека, допустим, есть очень неблагоприятный Марс, позиция Марса неблагоприятна в гороскопе, и у его избранницы тоже, то на начальных этапах, когда люди только начинают узнавать, что такое совместная жизнь, что такое супружество, может происходить множество ссор, причём ссор таких буйных. Но постепенно, если, допустим, я смотрю двух людей, которые уже в зрелом возрасте, я даже не обращаю особо внимания на положение Марса, потому что эти люди уже проработали свои какие-то вещи, связанные с их темпераментом. Дальше ещё хочу сказать. Следующий парад. Ладно, я что бы хотели сказать. Аня, я хотел просто вас спросить. Ну, безусловно, есть связь планет и наших энергетических центров, да? Если мы не будем брать, скажем там, Раху, Кету, Уран, Нептун, а будем считать семь планет, семь чакр, семь планет, видим их, то Марс — это, по-моему, вторая чакра, да? Снизу. Да, ну, есть разные постигации, на самом деле. Да, Марс — это самые базовые, самые базовые вещи, которые, естественно, это наш темперамент, это наш огонь, и это мы в отношения несём. И я хотела сказать ещё про следующую очень важную вещь, которую нужно посмотреть в гороскопе, это сочетание лун. То, что мы смотрели в обсуждаемой сегодня паре, это тоже нужно знать, знать влюблённым людям, знать людям, которые вступают в свои отношения, и именно это нужно узнать, наверное, у астролога, какая моя природа, и что мне доставляет удовольствие, что мне вообще нравится в этом мире, и через что я получаю свои впечатления. Потому что, ну, если человек знает и принимает себя, то он примет и другого партнёра, потому что у него, естественно, эта настройка может отличаться. И вот это, наверное, основной элемент. Очень хорошо, когда луны комплементарны друг другу. То есть, один человек, допустим, имеет луну в близнецах, другой луну в стрельце. И они вот так взаимодействуют по принципу комплементарности. Есть ещё такой параметр, что мужская луна должна догонять женскую. Женская по гороскопу немножко бежит впереди, а мужская её догоняет. То есть, есть такой тоже принцип. Есть принцип сочетания панакшатрам. И всё это глубокое исследование природы ума человека. Потому что большинство конфликтов, которые у нас зарождаются в семье, они происходят на уровне ума. То есть, если мы не живём на уровне ума, а это невозможно, в принципе, в бытовой жизни сделать, то конфликта может и не быть. Но мы именно цепляемся за вот эти вещи, которые нам кажутся важными. Аня, у меня к вам такой вопрос. Скажите, ну вот, допустим, человек слушает нас, вас, астролога, и не верит он, вообще не знает, о чём идёт речь. Ну, астрология, мы знаем сегодня, она, правда, очень серьёзно востребована по отношению, чем это было, допустим, несколько ещё, даже несколько лет назад, я уже не говорю, там, 10-20 лет назад, это так. Но, тем не менее, и это тоже факт, то, что большинство людей относятся к этому, так скажем, мягко говоря, негативно, имеется в виду вот что. То есть, для многих людей астролог, это типа гадалки. То есть, получается, что, обратились к вам, вот это вот, молодые люди, и вы видите, или вот обратились к раме, да, допустим, та самая ситуация, и он посмотрел, ну, действительно, шансов там немного. И он им об этом сказал. То есть, это означает, что человеку заранее, уже, дали какой-то вот сигнал сюда о том, что, ну, ничего не будет. И он с этим сигналом, есть же разные люди, они же по-разному относятся. Ну, кто-то дали там диагноз, ему поставили, там, плохой диагноз, ему поставили, и он опустил руки, и думает, все равно, и бросился во все тяжкие, как говорится. А другой человек говорит, я не верю в это, я живой, я душа, и я, это не имеет никакого значения, я буду жить, тем не менее. Вот, и он живет. То есть, по-разному на людей влияет информация. И вот вы дали такую информацию, к примеру, людям, то есть, тем самым, вы их, ну, столь по их пониманиям, обрекли уже, как-то вот, на какое-то предсказание. А может быть, как бы... Ну, давайте я тут разграничу, потому что вы привели, привели ситуацию с Рами Блэктом, но она не очень относится к моей консультативной практике. Нет, я провел не потому что снимы, потому что как я провел, как люди к этому относятся, только не всего. Они могут относиться к этому неадекватно, в том плане, что они, ну, по-разному, короче, говорят. То есть, я считаю, что ни один астролог, ну, я считаю, что я не буду говорить, я не имею права говорить людям о том, что они несовместимы, и они вообще не будут жить вместе. Потому что есть в самой астрологии такое понятие, как различные роды, различные виды кармы у нас существуют, у нас есть свободная воля. Конечно, есть тенденции в гороскопе. Эти тенденции я обязана оглашать. тенденции и оглашать природу ума человека. То есть, я рассказываю, как оно устроено, а выбор всегда за человеком. И я не могу сказать, что вы не будете вместе. То есть, ну, это определенная, действительно, установка, которую можно человеку навязать. Я с этим абсолютно согласна. И если я вижу конфликты, я могу сказать, что скоро может возникнуть конфликт, зерно которого кроется вот в этом, этом и этом. Например, в нетерпимости мужчины, в чувстве жертвы женщины. И вот так это вот у вас закрутится. Если вы к этому моменту ничего не будете решать, оно просто произойдет. Если вы хотите идти в трансформацию своих собственных мыслей, своих собственных каких-то характеристик, то тогда да, тогда вы вместе через эту ситуацию переступите, вы вместе вырастите, и дальше за каждым из вас будет опять-таки выбор оставаться или не оставаться вместе. И поэтому я именно в таком ключе консультирую, и я считаю, что тогда астрология не дискредитируется. Это не гадание, это не четкая установка, которую мы скажем, быть нам или не быть вместе. И то есть мы просто отправляем одних людей в одну сторону, других в другую. То есть это глубокая психологическая практика, это разъяснение того, как устроена жизнь, как функционируют вообще энергии у нас. И, конечно, я тоже сталкиваюсь с тем, что говорят, что это гадание. На самом деле это точная математическая наука, которая очень, она очень комплексна. Там очень много всего нужно изучать, поэтому вот гадание тут совсем неприменимо. Интуиция, да, а гадание, нет. Ну, естественно, для этой цели в общем-то мы ведем наши программы. У нас есть разные астрологи, западные переверженцы восточной школы, есть переверженцы западной школы астрологии. И это всего лишь информация, которая полезна человеку. Как он ей распорядиться, это дело уже его. Но надо эти вещи как минимум хотя бы понимать, что да, мы можем ошибаться без специалиста и будем постоянно натыкаться на одни и те же самые грабли. Скажите, вот есть такая расхожая поговорка со стороны женщин. Да вот я как-то вот, мне все время попадается, мне нравится это слово, попадаются вот эти вот, ну, я сейчас эпитеты не буду переводить, как обычно женщины награждают эпитетами. я обычно, когда вот мне задаются такие вопросы, я говорю, ребят, вы не, женщины, девушки, вы не ходите по этим районам, а то завернул за угол, попался, завернул за другого, попался. Идите с этого района и перейдите в другой район. То есть нам попадаются, условно, да, попадаются, встречаются на нашем жизненном пути люди, которые являются, вы совершенно правильно сказали, отражением нашего собственного я. и мы постоянно их встречаем. Скажите, и то есть они несут себе, будем говорить, ну, какие-то качества, а то и пороки, которые присущи нам или были присущи нам. Как это все поменять? Как воспитать себе другие качества, чтобы нам попадались другие районы жизненные? Я хотела тут сказать, что даже дело иногда не в нас самих, в нашей родовой карме. Особенно, когда приходят девушки и спрашивают, задают вот этот вопрос, я уже, говорит, столько всего сделала, и то, и то, и мне вот эти самые мужчины с эпитетами попадаются до сих пор. Вот. И есть такой инструмент замечательный у астролога, это карта наших родовых связей, эта карта называется Сурьямша, и она отражает то, что сделали наши предки, почему мы именно пришли в этот род, почему мы несем не только свои какие-то задачи, но и задачи своего рода. И часто бывает, смотришь в эту карту, все замечательно на уровне основной карты, а в той карте смотришь просто какая-то очень тяжелая родовая карма, то есть это паттерн, то есть это усвоенный шаблон поведения, который передается по наследству от матери, дочери. Я спрашиваю тогда, а ваша мама тоже одна живет, а бабушка, и выясняется, что все живут, все встречают таких мужчин, и все живут в одиночестве в итоге. И то есть этот шаблон поменять очень сложно. Очень сложно на уровне сознания, просто. Это уже есть определенные методы коррекции, которыми располагает ведическая астрология, есть также методы коррекции, которыми располагает любая культура, потому что в любой культуре эти проблемы так или иначе вскрывались, обсуждались. Почему у нас есть некая карма, которая тянется за нами, и мы постоянно попадаем в одни и те же ситуации. И эти ситуации очень похожи на ситуации, которые происходят с нашими предками. И, конечно, да. Аня, простите, вы смотрите, вы только что сказали карту наших, ну, там, мам, пап, бабушек, дедушек, да. когда мы идем на консультацию к астрологам, нам надо, естественно, иметь, кроме нашей даты рождения, которую, ну, практически все знают и место рождения, нам надо иметь еще время рождения. Это с этим понятно. Допустим, есть это все, но мы не знаем, тем более, что наши мамы, папы, еще уже, может быть, ушли, уже мы просто не знаем время, как вы с этим работаете. Или вам, или в картах вы этих людей, которые пришли к вам на консультацию, вы уже видите карту родителей, да, то есть не надо давать даты рождения или надо? Не надо. Нет, когда даты рождения есть, если кто-то хочет глубоко разобраться, с какой стороны он пришел, с материнской, с отцовской, какие задачи идут по отцовскому роду, какие по материнскому, эти карты только в помощь. А если есть еще, ну, хотя бы даты рождения бабушек, дедушек, я на даты, через даты рождения тоже можно многое сказать, но начинаем мы с карты самого человека, в каком отношении он стоит к своему роду, что он оттуда берет в виде таланта, что он туда должен отдать в виде своего долга, задачи какой-то по отношению к своему роду. Это все тоже просматривается и здесь нужно точное время самого человека, чтобы эту дробную карту, так она называется, чем точнее время, тем точнее мы, естественно, можем посмотреть разные настройки, разные программы человека. Ну, ведь это надо просмотреть получается как? Ну, хорошо, вот, допустим, опять же, супружская пара возьмем, значит, у них есть по паре, допустим, родителей, значит, кроме их карт, две карты, надо рассмотреть еще четыре карты, понимаете? Четыре карты, правильно? А у тех есть еще свои родители, тогда это получается еще по четыре, то есть это надо просмотреть, вы говорите, бабушки, дедушки, до какого колена, так сказать, можно дойти. Это если есть запрос, и если есть желание клиента работать глубоко, то это можно посмотреть. Конечно, на уровне общей консультации можно посмотреть только саму дробную карту у человека и уже сказать, сделать выводы, есть ли там проблема. Это было как раз к тому вопросу, вы спрашивали, как решить проблему, чтобы решить проблему, нужно определить ее истоки, и у человека есть различные программы, которые он за собой тащит. Ну, это программа, допустим, родовая, это программа взаимоотношений с партнером, то есть это все дробные карты, которые тоже конкретизируют, а откуда проблема-то идет. На уровне основной карты у нас есть какие-то общие тенденции, но когда мы глубже смотрим в гороскоп, мы там замечаем гораздо больше ценной информации. А смотреть карты бабушек, дедушек и так далее, это мы, например, делаем на курсах, когда уже люди идут и уже учат астрологию, им самим интересно через астрологию изучить свой род. Но влияют, вы спросили, насколько у нас это влияние простирается. Семь поколений влияют на то, кем мы сейчас являемся и какую мы сейчас судьбу проживаем. То есть мы стоим по отношению к своему роду таким образом, что семь поколений влияют на нас и от наших сегодняшних действий зависит то, как будут жить семь поколений наших потомков. То есть мы стоим в центре и мы несем как бы вот и будущее и прошлое в себе соединяем. Хорошо. К примеру, человек хочет разобраться, что с ним происходит, почему, ну, то, что хорошо, это не надо разбираться, допустим. Допустим, есть какие-то проблемы, какие-то вопросы, вот он хочет этим разобраться. Вы говорите семь поколений и вам предоставляют информацию о родителях, о бабушек, дедушек. Ну, дальше вряд ли кто-то пройдет, хотя бы еще до этого дойти. И вы не находите там, к примеру, ничего такого, что могло бы дать ключ к тому, почему с человеком это происходит, вот то, что с ним происходит. Можете ли вы сделать предположение о том, что, ну, наверное, значит, надо смотреть еще дальше, а дальше уже как бы и нету данных никаких. Ну, это же, да, это же все вопрос исследования. И если я не нахожу, я прямо и говорю, я не нашла. То есть, значит, этот путь нам не помог в поиске проблемы. Понятно. Еще добрящийся. Да, есть другие методы. Ну, есть, естественно, методы, которые, это уже я, как исследователь, могу покопаться, если мне на то позволят обстоятельства и данные, которые предоставляет клиент. Есть, конечно, и другие методы коррекции, но эти методы, они, опять-таки, это мантры. Я смотрю, какого рода клиент, то есть, будет ли он употреблять эти средства коррекции. То есть, вот сейчас мы подошли к тому вопросу, вы уже практически на него ответили. Понимаете, как, вот люди очень хотят знать сегодня, что происходит, вот они хотят знать, что с ними происходит, и как со всем этим быть? Вот вопрос, как со всем этим быть? То есть, консультацию получить можно, нет вопросов с этим. Но человек получил консультацию в виде информации, на первых порах, правильно? Вопрос, что он будет делать с этой информацией? Ну, я знаю по опыту, я сам проводил и сам брал консультацию, очень много я проводил консультации, и присутствовал при этих консультациях. Ну, человек так, в основном так созван, что ему надо таблетка. Ему нужен кто-то, который, вот, будет делать. Сам почему-то он не хочет ничего делать, он читает, ну, ну, как, ну, то ли ему скучно, то ли ему тяжело это все делать. Это же надо, это же заработать надо, это же пахать надо, причем пахать больше, чем вот Пашет на работе, там хоть он деньги зарабатывает, а тут же непонятно, сколько это времени займет. И когда вы говорите методы коррекции, то есть вы практически, получается, после того, как вы даете консультацию человеку делаете, и вы ему объясняете, в чем заключаются его проблемы, вы ему даете практически, скажем, какие-то шаги, чтобы он, рекомендуете, чтобы он их делал для того, чтобы избавиться от этих проблем. Так? Как правило, нет. Как правило, Если честно, нет. Окей. Дело в том, что... Все-таки ваша коррекция. Моя коррекция практически ничего не заключается, потому что первая консультация – это диагностика. И как вы можете прийти к врачу и сказать, дайте мне таблетку, я ее тут же проглочу и тут же вылечусь, если вы эту проблему зарабатывали себе какими-то действиями в течение очень долгого времени. Нет, ну извините, если человек пришел к врачу, и врач ему сделал диагностику, то после диагностики врач, то есть пациент спрашивает у врача, доктор, я понял вас, у меня есть проблема, что мне делать? Доктор всегда рекомендует способ лечения, избавления от этой проблемы, то ли это таблетка, то ли это хирургическое вмешательство, то ли это что-то еще. То есть диагностика не ограничивается это все. В данном случае, понимаете, здесь уже действует такой психологический уже комплекс, который называется треугольник Карпмана. Что вы хотите от астролога в первую консультацию, чтобы он вам исправил всю жизнь? Треугольник Карпмана предполагает такой треугольник, что жертва, спасатель, преследователь, и мы хотим на астролога наложить такую обязанность, все нам рассказать, как у нас будет, при этом сделать так, чтобы у нас этого чего плохого не было. Ну то есть вот такое. То есть это достаточно наивная установка при походе к астрологу. И естественно, вы знаете, что если врач даст таблетку, это не факт, что эта таблетка ему поможет. Врач просто ну как бы обгородится от человека. Если человек хочет дальше разбирать свою ситуацию, с ним должна проводиться долгая психологическая работа. И это должно, смотря какой клиент, либо он хочет просто знать, совместим ли я с этой женщиной для бизнеса, либо я что-то, смотря какой запрос. И если вы приходите к астрологу с запросом «Я хочу поменять всю свою жизнь», если это ваш учитель, то вы придёте к нему учиться и будете через астрологию менять всю свою жизнь. Либо вы получите какой-то совет, напутствие или услышите что-то, что впоследствии вы можете применить, чтобы изменить свою жизнь, например, узнать о своей природе. И нельзя астрологию, я считаю, так воспринимать, что вы сейчас придёте и у вас всё будет хорошо. Это гадание. Ну, это вот, да, это какой-то такой наивный подход, взгляд, потому что это, астрология, это знание, это свет. Даня, я как раз имел в виду другой, я не говорил о том, что человек придёт, есть разные, конечно, люди, которые приходят и возлагают, так же, как и на врача возлагают ответственность и так далее. Нет, я имел в виду, что человек приходит, допустим, понимающий, кстати, у нас нет таких людей, которые нас слушают, а у нас все люди, если они уже нас слушают, то они уже понимают, потому что мы достаточно давно это всё объясняем, это не профанация какая-то и так далее. Это действительно наука, это действительно тяжёлая работа, но человек хочет получить, кроме, скажем так, информации, он хочет получить ещё рекомендации, и он готов работать. Нет, он готов работать, он готов выполнять то, что вы ему скажете. Я просто спрашиваю, даёте ли вы, и не обязательно, это первая там консультация, вторая, третья, пятая, не имеет значения. То есть, существуют ли способы коррекции и в чём они заключаются, если упрощённо, потому что я понимаю, что их много, и время нашей передачи уже, так сказать, приближается к завершению. Да, я вам могу рассказать вообще, какие способы коррекции существуют в ведической астрологии. То есть, это ношение... Это не существует, правильно? Да, но я их не использую. Начнём. Давайте так, да. Получили мы информацию, а теперь что с этой информацией делать? Я задаю, окей, всё, вот у меня вот это плохо, это кошмар. А что мне делать? И вы говорите мне, так, Майкл, иди, садись в позу лотоса и читай мангл. Я давайте про себя буду говорить. Я вам пишу пункт 1, рекомендация. Как? Я пишу... Ну, понимаете, я не могу дать вам рекомендацию, потому что... Мне не надо. А кому дать рекомендацию? Потому что это индивидуальный процесс. Потому что это соностройка с клиентом. Вот, давайте возьмём этих супругов и я пишу пункт 1. Если я разъясняю им природу их ума, я разъясняю о том, что каждому нужно делать относительно общественной реализации, я всё это разъясняю и пишу по пунктам. Первое. Если ваш бизнес включает путешествия, обучение и какую-то консультативную деятельность, плюс много поездок по роду деятельности, это будет плюсом в вашем взаимодействии. Если... У меня тут ещё такой пункт, я писала на листочке, когда анализировала. Если у вас будет какое-то совместное пространство, вместе, мужчина будет настаивать, чтобы вы в этом совместно, в этом пространстве работали, но женщине это не подходит. Поэтому рекомендация мужчине отпускать женщину в поездки, например. И вот так. Я спешу 10-20 рекомендаций по конкретной проблеме. Что делать? А если вы хотите поменяться через одну консультацию и как бы изменить и стать кем-то другим, это невозможно. Вот у нас есть вопрос, я пишу рекомендации. Не, боже упаси, я как раз-таки это и имел в виду. То есть, вы сейчас мне ответили, то у вас, естественно, есть рекомендации, как решать эти вопросы, эти проблемы, которые у нас есть, потому что... Потому что мы все живем по законам кармы, естественно. Мы живем все по законам рода, родовых карм. И мы этого не знаем, к сожалению. Поэтому, еще раз обращаясь, наша передача, к сожалению, подошла к своему логическому завершению. И только благодаря тому, что сегодня праздники у нас, так сказать, нету больших тут вот активитис, мы вот так надолго уже где-то около часа мы беседуем с Анной Ласточкиной. И это очень здорово и замечательно. Так вот, не только информация мы получаем от астрологов, мы получаем еще специфические рекомендации, как от этого избавиться, от этих проблем и решать какие-то ситуации, которые мы сами просто не знаем, и у нас ничего не получается, мы опускаем руки. Ну, таким образом все это происходит. Я вас правильно понял. Да, да. Рекомендации определенно существуют. Да. Ну, вот это самое главное. То есть, со всем этим, со всем этим ворохом информации делать что-то надо, и мы это делаем, те, кто хочет. Да. Дорогие друзья, ну, я должен попрощаться, к сожалению, с вами, Аня, и с вами я должен попрощаться, тем более, что у вас уже 9 часов вечера, кстати, уже пора, так сказать, на отдых. Ну, а у нас еще только вот 9 часов утра и солнышко за окном, поэтому, те, кто нас слушает, я хочу пожелать проведения остатка этого дня, этого праздника, так сказать, в полном соответствии с вашими желаниями. Ну, и сегодня мы говорили о том, что надо, мы начали, точнее, говорить о том, что надо было бы знать той молодой паре, тем молодым людям, которые хотят начать совместную жизнь или просто начать свои взаимоотношения, что нужно было бы знать. Ну, и это, как я вот уже, так сказать, я повторю, если правильно я понял, это где находится Марс, где находится Луна, потому что на самом деле в физическом, в джотиш, местоположение Луны, оно стоит на первом месте и даже Руслан Нарушевич, об этом, у него есть градация 40, 30 и 30, если 100%, Луна 40, 30, это Лагна и 30, где находится Солнце по его, так сказать, градации, и поэтому на Востоке, действительно, когда спрашиваешь, вот, кто твой, скажем, где находится там, как на Западе Солнце, там и так далее, там, где находится Луна. Вот, таким образом, дорогие друзья, я хотел бы попрощаться с вами, Аня, спасибо вам большое. Благодарю вас, Михаил. Да, и мы встречаемся, как всегда, через неделю, в понедельник, пока еще в понедельник, потом, возможно, мы поменяем день, но вот пока еще в понедельник мы встречаемся по Чикаго, это 8 часов утра, в Москве 4 часа дня, а в Таиланде это 8 часов вечера, в это время мы встречаемся с вами. Всего доброго, до свидания. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok